Первый номер Пол Робинсон, второй номер Мика Ричард, третий Эшли Пол, четвертый Стивен Джерард, пятый Рио Фердинанд, шестой Джон Терри, капитан команды, седьмой Гаррет Берри, восьмой Шон Райт Филлип, девятый Эмил Тески, десятый Майкл Оуэн, один Тиджо Кул. И наши, шестнадцатый, братарь Вячеслав Малафеев, второй Василий Березуцкий, пятый Сергей Игнашевич, десятый Андрей Аршавин, капитан команды, пятнадцатый Милиар Митинов, пятнадцатый Константин Зырянов, восемнадцатый Юрий Жанков, двадцатый Игорь Семчев, двадцатый Александр Анюков, двадцать шестой Дмитрий Семчев и двадцать седьмой Алексей Березуцкий. Главный тренер сборной Англии Стив Макларен и о запасных сборной Англии тоже. Главный тренер нашей сборной Кул Кидин и наших запасных мы вам тоже перечистим. Я говорю мне, сразу представляю вам своего сегодняшнего коллегу по репортажу. Это один из самых известных футболистов в России, ныне выступающий за английский кулом, или как вы привыкли говорить кулом, Алексей Смертин. Здравствуйте, Алексей, приветствую вас в этой маленькой полузащитникам идти в атаку. На угловой удар англичане отвечают угловым. На наш угловой подача выбивает Анюков, мяч отскакивает Гаррету Берри. Берри подает опасный момент. Майкл Оуэн. Майкл Оуэн уже на первых минутах матча после затяжной атаки англичан, которая просто разорвала нашу оборону, открывая счет в сегодняшнем матче. Была подача Гаррета Берри, седьмого номера, капитана Астон Вилла. Вот смотрите, подача и каким-то непостижимым образом. Один остался прямо у линии вратарской Майкл Оуэн и пробил даже не на силу, а на точность ровным счетом точный угол. Вот посмотрите. Такое впечатление, что наши оба защитника, а точнее в данном случае и Анюков, и Зырянов, видите, они среагировали на Терри. Терри всех запугал своими прыжками при подаче угловых. Среагировали наши игроки на него и один, как такое можно было допустить, же на один остался Майкл Оуэн. И было с англичанами можно и нужно играть. Вот как раз именно так, как вот сейчас этот отрезок действовал от сборной России. Посмотрите, потому что, находясь в лимите времени, конечно, нужно принимать решение отчасти. Ай-яй-яй-яй! Ютар, гол! 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 Но тут нет, он не засчитывает руку. Тут я не засчитывает этот мяч, который забил Константин Зырянов. Посчитав, что он сыграл, Константин сыграл рукой. Давайте посмотрим. Все начиналось с Жиркова. Жирков делает передачу Аршавина. Аршавин пас и бьет. Кто-то там из наших бьет поворотом. Но это уже неважно. И вот, ну еще раз, это был удар Сычева. И мяч, да трудно сказать, то ли рука, то ли в грудь мяч попал Зырянову. Зырянов развернулся. Можно было, конечно, забивать первым ударом. Но если уж так случилось, а не голод, включившемуся в атаку. То есть такое броуновское движение у Киденко. И, ну, надеюсь, что как-то это смутит даже такую опытную команду, как английская. Рио Фердинанд надежно прыгает. Алексей Березуцкий отскакивает. Неудачно мяч. Неудачно мяч отскакивает от головы Алексея Березуцкого. И Майкл Оуэн посылает второй мяч в наши ворота. Забивается роковой гол за сборную Англии. Да, но как же так? Но как же так? Такие эпизоды. Вот, смотрите, прямо над Малафеевым можно было что-то сделать. Может быть, но Алексей с такой убойной позиции, почти с 11-метровой отметки, прямо над головой еще мяч полетел по дуге, по неприятной траектории. Ну вот, смотрите, да, два мяча Оуэна на 7-й и 31-й минуте. И мы проигрываем 0-2, хотя уже должно было быть 1-1. Да, угловые в исполнении англичан всегда несут опасность. Сейчас Ричард остался в центральном круге. Подача. Малафеев вышел в борьбе с Терри. Оуэн. И Фердинанд. Вот от кого, наверное, мы не ожидали таких действий штрафной. А там, конечно, не ожидали ни Малафеев, ни наши защитники. Получил мяч низом Рио Фердинанд и пробил в ближний угол. Ближний угол – это угол вратаря, но удар был сильный и, повторяю, неожиданный. От Фердинанд ждали, наверное, какого-то другого положения. Все начал Берри. Продолжил Оуэн. Смотрите, как выкатил Оуэн. Быстров. Не успел накрыть. Не успел накрыть. Смотрите, Оуэн, как покатил мяч между Березуцким, между, простите, Беллидиновым и одним из братьев Березуцких. И вот такой удар. Повтор из-за ворот. Взялся за голову Малафеев и не чувствует вину за этот пропущенный гол. Мы хотели его оправдать, что, мол, неожиданный удар на 84-й минуте Фердинанд. В России есть какие-то футболисты, которые сейчас не были задействованы, которых проглядел Густидин. Вряд ли можно так говорить. Здесь, в общем, собраны все лучшие силы, объективно. Да, но, к сожалению, эти лучшие силы сегодня проигрывают англичанам. Макларен и Фердинг обмениваются. Фердинанд заслужила эту победу. Можно говорить о том, что как-то игра могла повернуться в другую сторону, забей гол Зерянов, но не знаю, вряд ли. Вряд ли на это стоит уповать. Вернее, зачитай шведский арбитр этот гол Константина Зерянова. Ну что же, вот так завершился этот матч. Мы теперь оказываемся на третьем месте во дворочной группе, а путевки получают только первая и вторая команда. Мы вернемся сюда на Уэмбли после небольшой рекламы, дорогие.